Мы возвращаемся на автодром и город Райв для того, чтобы понаблюдать за следующей гонкой в рамках четвертого этапа Классик Туринг и второго дня прежде всего фестиваля Гараж Фест, который проходит здесь, на этом автодроме в Ленинградской области. И у нас на очереди уже предпоследний из гона Классик Туринг сегодняшнего дня и это объединенный зачет Оупен, где будут принимать участие двухлитровые автомобили и также машины с объемом двигателей 1600 кубических сантиметров, при том, что мы до этого с вами сегодня во второй половине дня наблюдали за классическими машинами в первую очередь, то здесь уже современная техника появится на трассе. Вот так вот в Классик Туринг. Классика, собственно, автомобильного производства, как отечественного, так и зарубежного, соседствует с новыми моделями. Так что здесь у нас есть возможность сладиться самой разнообразной техникой, но неизменным является одно. Кажутая гонка получается очень динамичной, стремительной и захватывающей от старта до филиша на протяжении всех восьми кругов заезда. Ну и, соответственно, у нас еще один объединенный заезд, где выступают машины двух разных классов, как я уже сказал, Оупен 1600 и Оупен 2000. Участники этих зачетных групп сейчас покидают петлы и отправляются на установочный круг для того, чтобы занять свои места на стартовом поле. С пол-позиции будет стартовать в зачете Оупен 2000 Дмитрий Шишко на автомобиле Сиат Леон Супер Копа. Рядом с ним расположится Денис Братцев на машине такой же модели на еще одном испанском хэтчбеке. А вот следом грозная сила уже автомобиль класса GT4 на третьей стартовой позиции Роман Смоляков. Но в первой гонке победу одержала другая машина этого класса, класса GT4. Максим Кизилов за рулем Мерседес АМГ сумел одержать победу, при том, что стартовал он далеко не с самой первой позиции, но уже быстро достаточно вырвался вперед. И сейчас Максим Кизилов снова будет стартовать вовсе не с первых линий стартового поля, а только с шестого места. Но, думается, учитывая мощь и скорость его Мерседеса, он также сумеет достаточно быстро уже обосноваться на одной из лидирующих позиций. Ну и, наверное, учитывая, что даже вот, собственно, внутри зачета Open 2000 у нас пилотон разделен на две части относительно все-таки подготовки и характеристик машин по своим классам, то борьба за победу в этом зачете скорее должна вестись, наверное, между двумя машинами именно GT4, Мерседесом и BMW. Хотя вот не слишком удачно для Романа Самолюкова сложилась первая гонка, но, как знать, в этой, может быть, он и сумеет отыграться. Ну а между двумя машинами GT4 на стартовой решетке сейчас своей позиции займут Станислав Агафонов на третьем, Seat Leon Supercoppa и Александр Мельников, выступающий на BMW M3 под номером 80, он выступает в соревнованиях. И далее уже, соответственно, позади упомянутого Максима Кизилова, Максим Елизаров на Mitsubishi Evo 9 и один из самых, наверное, необычных автомобилей в зачете Open 2000 и вообще один из самых необычных автомобилей в целом, наверное, на этом этапе Classic Touring. Это Chevrolet Corvette 1967 года выпуска, машина, которая поклонникам отечественного автоспорта уже знакома по гонкам российской серии гонок на выносливость. И вчера эта машина прошла четырехчасовой марафон, а сегодня вот уже выступает в спринтерских заездах Classic Touring. Вячеслав Калашников ее пилотирует. Первая гонка прошла не без проблем, но посмотрим, как дела сложатся здесь. Соответственно, первые восемь пилотов на стартовой решетке, которые сейчас займут свои позиции, это участники зачета Open 2000 на двухлитровой технике. И далее уже начинается пилотон 1600-кубового класса, где преимущественно выступают гонщики на автомобилях Mazda 3. Это Артем Толстогузов. Именно он будет в зачете Open 3600 стартовать с первой позиции. За ним также на трешке Mazda Андрей Бимаканов. Далее Александр Винопал и Валерий Смирнов. И вот именно два эти гонщика подарили нам борьбу очень красивую и напряженную до самого клетчатого флага в первом заезде. Посмотрим, как будет на сей раз. Но в первой гонке среди пилотов на Mazda именно Владимир и Александр были заметно быстрее своих коллег. Но это именно что касается Mazda зачета в Open 1600. А если говорить в целом об этой зачетной группе, то никому никаких шансов в первом заезде не оставил Даниил Ковалев на Audi A1, который, в общем-то, захватил лидерство с самого начала и очень серьезно оторвался от всех своих преследователей. Но сейчас он будет в своем классе стартовать с предпоследней позиции. Перед ним не только четверка пилотов на Mazda, но еще и Денис Качура на Toyota Levin. А позади Даниила Ковалева позицию на стартовой решетке под номером 15. Последнюю позицию займет Артем Сидорец на еще одной Mazda 3. Вот такие вот предстартовые у нас расклады в очередной гонке. Предпоследней гонке в рамках четвертого этапа Classic Touring сезона 2024 года. До старта остается сейчас буквально 10 минут. И уже все пилоты, насколько я вижу, заняли свои стартовые позиции. Все позиции заняты. Поэтому начинается последняя предстартовая подготовка к очередной гонке, очередному восьмикруговому заезду. И посмотрим, подтвердятся ли те результаты, которые были в первой гонке. Или же что-то изменится и расклады будут иными. Chevrolet Corvette сейчас был в центре нашего внимания. Еще одна машина, также выступавшая накануне в длинной четырехчасовой гонке. Это Mitsubishi Evo 9, команда X-Race Motorsport. Максим Элизаров находится за рулем этой машины и готовится в свою очередь к старту. Но все-таки я немножко поспешил, сказав, что уже все заняли свои исходные позиции. Еще некоторые вот сейчас доезжают до стартовой решетки и на ней располагаются. Но главное, чтобы не возникло ни у кого на установочном круге. И перед выездом на установочный круг каких-то проблем. Потому что дается ограниченное количество времени для того, чтобы покинуть боксы и выехать на стартовую решетку. Как только в конце питлейна зеленый сигнал светофора сменяется на красный, все, выезд с питлейна запрещен. И те пилоты, которые по каким-то причинам не успели выехать на установочный круг, уже вынуждены дожидаться начала гонки именно там на питлейне и стартовать таким образом уже позади всех. Но вроде бы, вроде бы ни у кого проблем при выезде на установочный круг не возникло. Поэтому сейчас все находятся на своих исходных позициях. Ну или по крайней мере к ним приближаются и вскоре уже их займут. Также вот проводя параллели между сегодняшними соревнованиями и вчерашними. Хотя гонки совершенно по своему просто-напросто статусу разные. Да, и не по статусу, а по философии. Вчера была длинная многочасовая гонка, сегодня спринтерские заезды. Но, тем не менее, некоторые участники и даже некоторые автомобили выступают там и там. И здесь, конечно, нельзя не упомянуть Дмитрия Шишко, который сейчас находится на полупозиции на Сиате красного цвета под номером 13. Вчера он выступал на другой машине, на туринговой Hyundai i30. И вместе со своими напарниками сумел одержать победу. Но, причем, если изначально пилоты, которые выступали за команду Шишкоэл, в первую очередь нацеливались на борьбу с соперниками по подзачету туринг в классе GT Pro, то в конечном счете так оказалось, что тройка лидеров, окончательная тройка лидеров в этом классе была и составлена как раз из пилотов на машинах турингового класса. Поскольку более мощные машины GT3 столкнулись с проблемами накануне, ну и в итоге вот такую вот сенсационную победу в классе GT Pro по итогам четырехчасового марафона вчера как раз одержала команда Шишкоэл и ее пилот Дмитрий Шишко, который сегодня стартует в спринтерских заездах и располагается сейчас на полупозиции. Посмотрим, удастся ли ему преимущество полупозиции, которое досталось ему по реверсивному формированию стартовой решетки, реализовать. Сделать это, прямо скажу, будет непросто. Да, Дмитрий Шишко здесь скорее, наверное, может вместе с своими соперниками на Сиатах друг с другом как бы нацеливаться на борьбу, потому что все-таки, конечно же, техника GT4, BMW под номером 555 и Mercedes победители первой сегодняшней гонки под номером 100. Машины более быстрые, более мощные и здесь не совсем, наверное, корректно даже, конечно, сравнивать, хотя вот они попадают в одну зачетную группу, но все-таки техника GT4 это несколько иной уровень, чем машины, подготовленные по требованиям суперкубка Сиат Леона. Именно такая техника в распоряжении у Дмитрия Шишко, Дениса Братцева и Станислава Агафонова. Но GT4 это более, конечно, серьезная техника, более быстрая и более мощная, в чем мы и убедились по ходу первого заезда и уже даже первых метров дистанции. Помните, какой был сегодня с утра эффектный прорыв у Максима Кизилова? И, скорее всего, можно, конечно, нечто подобного вот от этого грозного Мерседеса ожидать и в предстоящем заезде. Конечно, нет никаких сомнений, что Максим Кизилов настраивается на победный дубль сегодня, чтобы такую вот жирную точку поставить в своих выступлениях по ходу этого этапа. И пускай он на стартовой решетке только на шестой позиции, но это не должно нас смущать. Валерий Смирнов также здесь, вот если говорить о зачете Open 1600. Здесь есть несомненный фаворит в целом этого зачета. Это, конечно же, Даниил Ковалев на Audi A1. Но, с другой стороны, отдельно еще, можно сказать, такой вот Маздовский кубок. Кубок пилотов, выступающих на Маздах. Эти машины преобладают в Open 1600. И между этими гонщиками именно мы тоже вправе ждать, конечно, самых острых, наверное, сражений по ходу предстоящей гонки. Тем более, что результаты первого заезда на это нас и настраивают. Какая там была борьба между упомянутыми уже Александром Винопалом и как раз Валерием Смирновым. Посмотрим, что будет на сей раз. Итак, до старта прогревочного круга остается уже менее пяти минут, даже уже чуть меньше четырех. Поэтому зрители, которые имели возможность выйти на стартовую решетку, представители команд, их гости сейчас уже обязаны стартовую решетку покинуть. Покинуть стартовую прямую. И совсем скоро уже и все представители технических персоналов команд также должны будут стартовую решетку покинуть. На ней останутся только автомобили, ну и, конечно же, пилоты за их рулем. Объединенный заезд Open нас ожидает впереди, еще раз отмечу. Две зачетные группы выступают в этой гонке. Двухлитровые автомобили и 1600-кубовые. И восемь кругов дистанции, которые все и определяют. Также напомню, что по правилам серии Classic Touring результаты этапа определяются по сумме двух заездов. И, соответственно, те результаты, которые были зафиксированы в сегодняшней первой гонке, это еще результаты вовсе не окончательные. Именно по сумме двух заездов все и будет определяться. На этой трассе конфигурация, которая сейчас на экранах находится ваших. 5 километров 183 метра. Трасса амалогирована по первой категории Международной Автомобильной Федерации ФИА. В общей сложности 20 поворотов умещается на этой дистанции в 5 с небольшим километров. В левых 12, а правых 8. Ширина трассы от 12 до 15 метров. А вот максимальный перепад высот превышает 20 метров на автодроме Егора Драйв. Длина самой протяженной прямой. Прямой старт-финиш более километра. Ну и плюс еще одна длинная прямая находится между 12 и 13 поворотами. 600 метров. И как раз вот после этой прямой и вот на этой схеме хорошо видна та самая новая петля, которая была достроена пару лет назад. И которая, конечно, стала настоящей изюминкой, можно сказать, кольцевой трассы автодрома Егора Драйв. Этого большого гоночного комплекса, где помимо кольцевой трассы, которая, конечно, является, скажем так, основой этого гоночного комплекса, занимает основную территорию. Но здесь еще и трасса для ралли-кросса, где проходит в том числе соревнования чемпионата России в этой дисциплине автоспорта. Здесь и площадка для дрифта, где по ходу обоих дней фестиваля Garage Fest свое мастерство показывают. Дрифтеры вчера были, отборочные заезды сегодня в финалы. Здесь также есть картинговая трасса. Ну и нельзя не отметить, что еще и Егора Драйв может похвастать и музеем гоночной техники и автомобилей. Так что есть возможность здесь и прикоснуться к истории автомобилей и к истории автоспорта. И к истории автоспорта, в том числе отечественного, мы прикасаемся и в серии Classic Touring. В серии, которая именно нацелена на движение классических автомобилей в автоспорте. Хотя сейчас у нас те заезды, которые остались, они будут проходить уже на современной технике. Но это, скажем так, дополнение вот в этой программе этапов Classic Touring. А самое главное все-таки, так как и звучит это в названии серии, это именно гоночная боевая классика. Как отечественная советская, так и зарубежная, так и иномарки. Итак, звучит сигнал, который извещает о том, что уже менее одной минуты остается до старта прогревочного круга. Поэтому сейчас судьи внимательно следят за тем, чтобы уже механики быстрее-быстрее, которые последними оставались рядом со своими машинами, покидали стартовую решетку. И буквально через несколько секунд будет дан старт прогревочного круга. Ну а после него уже старт и самой гонки. Здесь нам будет чуть-чуть полегче наблюдать за борьбой в разных классах. Потому что этих классов здесь два, в отличие от предыдущего заезда, где аж за, по сути, четырьмя гонками в рамках одного заезда мы наблюдали. И что ж, посмотрим, оправдаются ли наши прогнозы. Да, вот на победу Максима Кизилова в Open 2000 и победу Даниила Ковалева в Open 1600. Или какие-то сюрпризы главных фаворитов будут поджидать. Посмотрим. Сейчас на прогревочный круг отправляются пилоты. Тоже важная составляющая, безусловно, любой кольцевой гонки для того, чтобы лучше подготовиться к старту, прогреть шины и обеспечить лучший держак, лучшее сцепление колес дорогой. Поэтому пилоты будут стараться сейчас так максимально эффективно работать рулем для того, чтобы именно как можно больше поднять температуру в резиновой смеси своих колес. Ну и не случайно сейчас машина безопасности на прогревочном круге возглавляет пилотон, потому что в этом классе старт будет даваться с хода, в отличие от того, что мы видели в предыдущих заездах во второй половине дня. Итак, еще раз напомню. Дмитрий Шишко на первой стартовой позиции в Open 2000 и в Open 1600 по правилам реверсивного формирования стартовой решетки. На пуле находится Артем Толстогузов. Но самые-то главные фавориты, самые быстрые пилоты, по крайней мере, по результатам первой гонки и по тому, как складывалась квалификация, они находятся позади. Поэтому уже с самого начала мы, конечно же, вправе ожидать такой острой борьбы и как раз прорывов фаворитов вперед. Ну, опять же, случиться может все, что угодно, в том числе в первом повороте, хотя все сегодняшние гонки с точки зрения именно стартовой процедуры и того, как разворачивалась борьба в первом повороте, проходили достаточно гладко и чисто. Но не факт, что это продлится у нас до самого окончания сегодняшнего дня. Конечно, не хотелось бы здесь глазить и хотелось бы, чтобы все участники сумели преодолеть всю дистанцию и исключительно радовали нас своей борьбой. Но это гонки и в первом повороте, конечно, может случиться всякое, когда одновременно весь пилотон устремляется туда, к этому самому первому повороту. Тем более на трассе Егора Драйв он весьма и весьма непростой и коварный. Там мы сегодня уже видели и вылеты, и, скажем так, опасные моменты на грани, когда пилотам приходилось буквально подлавливать свои машины. И посмотрим, что будет на сей раз. Сейчас уже на прямое возвращение на задней прямой трассе. Как раз перед новым сектором находятся участники за машиной безопасности. Сейчас в режиме прогревочного круга мы еще раз увидим как раз особенности этой самой дополнительной петли, которая появилась на этой трассе пару лет назад. И за счет этого была увеличена общая дистанция круга до 5 километров 183 метров. Но в данном случае важную роль играет не столько здесь увеличившаяся дистанция, а то, что именно этот сектор, конечно, вот и уже окончательно сделал эту трассу таким вот единым целым. И сделал такую особенность на этом кольце с перепадами высот и с очень сложными связками поворотов. И, в общем-то, все гонщики, конечно, которые вот гонялись еще на трассе без этой достройки и вот уже после появления петли отмечали, что заметно кольцо Егора Драйв. Кольцевая трасса стала, конечно, интереснее благодаря этому. Ну и вот этот выход на финишную прямую тоже весьма такой необычный, потому что затяжная дуга. И затем следует подъем к линии старта-финиша, куда сейчас и приближаются пилоты. Машина безопасности сейчас свернет вправо в боксы. Ну а в стартовом коридоре находятся участники двух зачетных групп Open 2000 и Open 1600. И смотрим сейчас. Стоит ожидать резкого рывка Мерседеса и BMW машин класса GT4, которые стартуют позади Seat. И сейчас должны достаточно быстро уже навязывать свою борьбу. Первый поворот, сражение за преимущество там, но вроде бы все проходит достаточно чисто, хотя несколько пилотов довольно широко проходят первый поворот. Но вот то, о чем я и говорил. Уже BMW M4 GT4 под управлением Романа Смолякова захватывает лидерство. У Максима Кизилова, может быть, на сей раз получился не такой яркий и эффектный старт, как это было в сегодняшнем утреннем заезде, где он буквально сразу прошил пилотон своих соперников по классу и вырвался вперед. И сейчас Кизилов борется почти до контакта. Здесь доходит борьба у него с BMW, белой BMW Александра Мельникова. Опасный был момент. Кстати говоря, вот в похожем эпизоде накануне в длинной гонке другой Мерседес, правда не GT4, а GT3, получил серьезные повреждения после контакта с круговым Seat, что перечеркнуло шансы на высокий результат для экипажа Дениса Ременяка и Ивана Самарина. Но здесь, по-моему, все-таки удалось, к счастью, Максиму Кизилову удара избежать, потому что этот удар мог и нанести повреждение подвески его Мерседеса. Еще одна попытка Кизилова сейчас опередить Александра Мельникова. На сей раз все гораздо чище проходит. И по внутренней траектории Максим Кизилов опережает своего соперника. И теперь следующая его цель – это Дмитрий Шишко, стартовавший с полпозиции, но уже утративший лидерство в этой гонке, потому что грозные машины GT4, конечно, быстрее, быстрее кузовных автомобилей, в том числе Seat. И вот Максим Кизилов напрямую показывает всю мощь своего штутгарского спорткара и опережает также Дмитрия Шишко. Этой ситуацией еще вдобавок здесь воспользовался и Александр Мельников, который тоже проскочил мимо красного Seat вперед. Ну а лигирует под заново из первого круга дистанции сейчас Роман Смоляков на BMW M4 GT4. Так что сейчас уже под финиш первого круга этой гонки у нас две самые быстрые по своему классу машины, по международному классу GT4 находятся на двух лигирующих позициях. И вот здесь, наверное, сейчас и должно начаться самое интересное. Роман Смоляков на BMW M4 GT4 против Максима Кизилова на Mercedes AMG этого же класса, класса GT4. Максим Кизилов был абсолютно быстрейшим гонщиком в сегодняшнем утреннем заезде. Сумеет ли он сейчас Романа Смолякова догнать и обогнать? Но прежде нужно еще догнать. И об атаке говорить пока что рано, потому что около трех секунд разделяет сейчас двух лидеров зачета Open 2000. Ну и после первого круга дистанции давайте подведем итоги старта этой гонки также в Open 1600. Здесь тоже уже одного круга хватило главному фавориту Даниилу Ковалеву на Audi A1, чтобы с предпоследней позиции в своем классе выйти в лидеры зачетной группы. Так что уже Даниил Ковалев оставил позади всех своих соперников и на Маздах, и на единственный Toyota. Смотрим повтор старта. Кстати, какие-то проблемы возникли на Corvette 1967 года, Вячеслава Калашникова, потому что он откатился сейчас на последнее место. А здесь мы видим, как эффектно вырвался вперед уже в первом породе дистанции пилот на BMW M4 GT4. Это Роман Сомоляков. Отличный у него получился, конечно, старт, но здесь и преимущество, безусловно, машины дало о себе знать. Но так или иначе гонщик из Санкт-Петербурга все равно и очень правильно выбрал траекторию перед первым поворотом и, в общем, никому из соперников шансов не оставил. В конце концов, другому пилоту на машине класса GT4 здесь, по ходу первого круга, пришлось куда тяжелее. И был-таки все-таки контакт вот здесь у Максима Кизилова. Да, конечно, не такой, наверное, жесткий, как накануне у Дениса Ременяка при обгоне кругового Сеата, но, тем не менее, это не отменяет того, что данная ситуация была, конечно, достаточно такой рискованной. Но все вроде бы обошлось. И сейчас начинает сокращать оставание Максим Кизилов от лидирующей BMW Романа Сомолякова. Очередной круг дистанции заканчивают сейчас два лидера этой гонки и разрыв сокращается до 1,2 секунды. Максим Кизилов показывает лучшее время прохождения круга в этом заезде. 2 минуты 3,104 секунды. И посмотрите, действительно, как ему стремительно удается сейчас приближаться к автомобилю своего соперника. Ну а тут борьба двух гонщиков на Сеатах. Так что вновь можно говорить о таком вот Сеатовском зачете. В данном случае у нас борьба между Дмитрием Шишко и Денисом Братцевым за пятую позицию. И посмотрите, чуть до аварии не доходит это сражение между двумя упомянутыми пилотами. Довольно опасное такое было движение, как мне показалось, со стороны Дмитрия Шишко. На точке торможения перед поворотом в сторону своего соперника. Не знаю, то ли он пытался его так немножечко отпугнуть, чтобы отбить желание атаковать. То ли, ну, просто так получилось. Но, в общем, действительно, здесь ситуация эта могла достаточно такой горячей точки достичь. Но, к счастью, контакта не произошло. И Дмитрий Шишко остается пока что впереди Дениса Братцева. Но эта борьба продолжается. Но, опять же, отмечу, что не только пилотов на технике GT4 эти гонщики пропустили вперед. Но также перед ними находится Александр Мельников на BMW M3. И еще один пилот на Сиате. Это Станислав Агафонов, который, в общем, если говорить именно о таком Сиатовском кубке, в рамках зачета Open 2000, сейчас своих конкурентов опережает. В Open 1600 у Даниила Ковалева просто нет здесь сейчас соперников. Он уже на 15 секунд оторвался от ближайшего преследователя. Кстати, Вячеслав Калашников, который был по ходу первого круга, вот его Chevrolet Corvette сейчас мы видим, откатился на последнюю позицию. Сейчас опередил соперников на всех Маздах и вышел на третью позицию. Точнее, не на третью, конечно, позицию. Он выступает в классе Open 2000, поэтому в своем классе идет на восьмом месте. Но, по крайней мере, он уже всего лишь двум соперникам из Open 1600 сейчас проигрывает. Хотя еще в конце предыдущего круга ситуация была куда более сложной. В Маздовском зачете Александр Винопал пока что впереди Валерия Смирнова, но разрыв не такой уж и большой между этими пилотами, поэтому ждем борьбы. Но раньше явно борьба наступит вот здесь, между двумя пилотами на GT4. Кроется Роман Смоляков, потому что Максим Кизилов уже его догнал и уже тут же без раскачки, без дополнительных приглашений, начинает атаковать своего принципиального соперника. Явно все-таки Максим Кизилов за рулем Мерседеса быстрее, чем его конкурент Роман Смоляков за рулем BMW. Но одно дело быть быстрее на чистой трассе, да, в коллекционном режиме. Одно дело догнать соперника и совсем иное его опередить. Тем более, когда конкурент не намерен здесь открывать калиточки, не намерен легкой жизни и предоставляет самому сопернику дополнительное давление. Максим Кизилов создает маргая фарами своего Мерседеса, пытаясь отвлечь внимание Романа Смолякова, пытаясь заставить того ошибиться. Но пока что, уходя в глухую оборону, Роман Смоляков действует достаточно уверенно и первую позицию своему сопернику не уступает в этом сражении. Ну а вот и что творится у нас сейчас в зачете пилотов на Маздах. Маздах. Здесь сейчас мы наблюдаем Валерия Смирнова и Андрея Бимаканова. И они между собой, если вот именно, опять же говорить, не просто о всем зачете Open 1600, а о таком вот зачете пилотов на автомобилях Мазда, они сейчас между собой среди гонщиков на Маздах оспаривают вторую позицию. И, соответственно, ведут борьбу за четвертое место в общем зачете Open 1600. Ну вот пока что Александр Винопал из числа пилотов на Маздах быстрее. Он опережает эту пару почти на 4 секунды, укрепляя свое преимущество. Ну а мы возвращаемся к борьбе двух лидеров абсолютного зачета Open 2000. Очередной круг дистанции только что завершили пилоты на автомобилях GT4. И по-прежнему Роману Смолякову удается сохранять преимущество. По-прежнему он сдерживает натиск Максима Кизилова. Но весь вопрос в том, насколько долго еще удастся это ему делать. Потому что, конечно, этот самый натиск очень серьезный с стороны Максима Кизилова. И вот эти постоянные моргания фарами, безусловно, должны очень бить по нервам. Сейчас Роману Смолякову, и для него это такая вот проверка. Выдержит ли он этот прессинг? Здесь пытается сейчас найти пространство. Вот на этой коротенькой прямой для того, чтобы открывать по внешнему, точнее по внутренней траектории своего соперника Максима Кизилова. Здесь он уже вынужден действовать по внешнему радиусу. Отбивается пока что, отбивается Роман Смоляков. Не всегда он может быть вынужден в этой обороне проходить повороты по оптимальной линии, по оптимальной траектории. Но что поделать, здесь действительно приходится уже порой просто-напросто крыться. Потому что мне позволить вот так вот по внутренней траектории себя опередить. И пока Роману Смолякову удается это сделать. Вообще казалось, что, конечно, Максим Кизилов, когда Роман одогнал, достаточно быстро сумеет его опередить, потому что все-таки разница в темпе ощущается. Но все не так вовсе просто. Здесь у Максима Кизилова. И по-прежнему он заперт позади BMW своего конкурента. По-прежнему не удается вырваться вперед. Посмотрим, насколько будет эффективен сейчас у двух гонщиков, сражающихся за первую позицию, выход на главную прямую. Мимо основной зрительской трибуны сейчас проносятся BMW M4, GT4 и Mercedes AMG, соответствующие также этому международному классу, классу GT4. Ну, кстати, вот по максимальной скорости такое ощущение, что на прямике это Роман Смоляков на BMW имеет определенное преимущество. И, кстати говоря, именно это преимущество ему позволяет к повороту, в частности после длинной прямой старт-финиш, иметь определенный задел. То есть здесь не получается у Максима Кизилова оказаться на дистанции атаки, потому что вот на прямой BMW чуть отрывается от Mercedes. И затем уже Максим Кизилов в более активные атакующие действия проводит на более извилистой части этой трассы в непосредственно поворотах. А вот на прямых действительно Роман Смоляков чуточку отрывается. Ну, а это уверенный лидер Open 1600. Здесь вообще никаких вопросов. Посмотрите, позади никого не видно за Audi Даниила Ковалева. Он в горном одиночестве сейчас колесит по автодрому Егора Драйв. Ну, достаточно сказать сейчас, что ближайшего своего соперника опережает уже более чем на полминуты Даниил Ковалев. Поэтому мы возвращаемся к дуэту лидеров зачета Open 2000. BMW против Mercedes. Это тоже такое весьма принципиальное сражение. Я думаю, что среди зрителей сейчас тоже симпатии разделяются. Может быть, во многом именно из-за любви к той или иной марке. Потому что есть почитатели, конечно, BMW. Есть те, кому ближе трехлучевая звезда. И поэтому сейчас вот в этой паре, наверное, каждый именно в первую очередь из этих пристрастий может выбрать для себя фаворита. Либо Романа Смолякова, который пилотирует BMW, либо Максима Кизилова, который находится за рулем Мерседеса. Кстати, сейчас добавок. Два пилота на самой быстрой технике еще догоняют и круговых. Это уже Мазды появляются в их поле зрения. И сейчас круговые могут свою лепту внести в эту дуэль между Смоляковым и Кизиловым. Одну Мазду Артема Сидорца они оставили уже позади на прямой. Посмотрите, какая разница в скорости между машинами GT4 и автомобилями Mazda 3 с соответствующим требованиям УПА 1600. Так что здесь часть круговых удается Максиму Кизилову и Роману Смолякову пройти без, в общем, существенной потери времени на прямой, просто совершив такие опережения. Но вот здесь уже чуть-чуть было тяжелее, потому что уже пришлось после прямой старт-финиш очередную Мазду обгонять. Так, кто-то поднимел, немного зацепив обочину, но вроде бы без серьезных последствий. И по-прежнему БМВ под номером 3 пятерки, под номером 555. Сохраняет первую позицию. Но смотрите, Максим Кизилов в какие-то моменты даже оказывается рядышком. Бокомок со своим соперником. И вот здесь шанс. Внутренняя траектория у Мерседеса, внешнего БМВ. Роман Смоляков пытается удержаться. Впереди, но следующий парус снова более выгодную траекторию оставляет Максиму Кизилову. Но не сдается Роман Смоляков даже по внешнему радиусу. Он пока что бок о бок работает с Максимом Кизиловым, но тут еще круговая Мазда. И более выгодное положение оказывается именно у пилота на Мерседесе. Все-таки добивается желаемого за два круга до финиша, даже уже чуть меньше, за полтора. По сути, Максим Кизилов опередив Романа Смолякова. И здесь для Романа сейчас очень важно постараться, если получится, провести как можно более быструю, молниеносную контратаку. Но, по всей видимости, не получится этого сделать. А по чистому темпу Мерседес быстрее. Мы видим, что уже Максим Кизилов начинает уходить в отрыв. То есть здесь единственный шанс был для Романа Смолякова попробовать провести действительно очень быструю контратаку. Но тоже это как бы не только от желания самого пилота здесь зависит, а от той ситуации, в которой происходила борьба между Кизиловым и Смоляковым. И очевидно, что просто вот на эту быструю контратаку не было шансов сразу у Смолякова. Но вот сейчас уже он подостал. И если у Максима Кизилова не возникнет проблем в ближайшие 5 километров заключительного круга дистанции, то он должен выиграть вторую подряд гонку по ходу сегодняшнего дня во своем классе. Да, Роман Смоляков не так и далеко, но не находится он на дистанции атаки. Ему бы теперь вот поморгать фарами, ответить так же Максиму Кизилову, как тот действовал в отношении своего соперника на протяжении большей части дистанции. Но не делает этого Роман Смоляков и пока остается на некотором отдалении позади. Ну а что касается защиты Open 1600, здесь без изменений. Здесь уверено лидерство у Audi A1 под управлением Даниила Ковалева. Скорее даже здесь сейчас нужно посмотреть, как там ситуация среди пилотов на Маздах. Александр Винопал остается лучшим среди гонщиков на этих японских машинах, опережая на пару секунд Валерия Смирнова, который в свою очередь выиграл сражение с Андреем Бимакановым. Но вот по всей видимости догнать Александра Винопала, наверное, уже не успеет. Слишком мало осталось километров до финиша. Это финальный круг дистанции. И мы возвращаемся к абсолютному лидеру этой гонки. И совсем скоро, наверное, можно будет сказать, что к абсолютному победителю четвертого этапа Classic Touring в зачете Open 2000, поскольку Максим Кизилов на Mercedes AMG GT4 просто не оставляет шансов своим соперникам. Но в этой гонке ему пришлось, несомненно, тяжелее, чем в предыдущем заезде, где уже, по сути, он в самом дебюте вырвался вперед и далее контролировал ситуацию на лидирующей позиции. Здесь большую часть гонки Максим Кизилов провел в роли атакующего на Романа Смолякова. И далеко не сразу удалось подготовить и совершить успешный маневр. Но, тем не менее, за полтора круга до финиша Максим Кизилов добился желаемого. И теперь он уже вырывается на финишную прямую. Вот он, Mercedes под номером 100 в цветах команды Ядром Моторспорт. И Максим Кизилов готовится сейчас первому получить отмашку к лечатым флагам. Победа Максима Кизилова. Он оформляет дубль в двух заездах сегодняшнего дня в своем зачете. Поэтому здесь, несомненно, он становится победителем этого этапа. Роман Смоляков подарил нам интригу в этой гонке, потому что долгое время сопротивлялся атакам Максима Кизилова. Но все-таки сдержать быстрый Mercedes позади своей BMW не сумел. И он финишит, я имею в виду, Романа Смолякова на второй позиции. Третьим к финишу добрался в зачете Open 2000. Пилот на еще одной BMW, но уже М3. Александр Мельников в таком зачете сиатовских пилотов. Станислав Агафонов становится сильнейшим. А перед Евгением Дениса Братцева и Дмитрия Шишко. Далее к финишу приближается Максим Елизаров на Mitsubishi Evo 9. И что касается зачета Open 1600, то здесь уже финишируют пилоты на Маздах. Но при этом еще мы ждем лидера этой гонки на Audi A1. Что касается пока результатов пилотов на Маздах 3, то Александр Винопал удерживает первую позицию. Валерий Смирнов финиширует следом. Далее Андрей Бимаканов и Артем Толстогузов с Артемом Сидорцом. Ну и нам вот по сути осталось только сейчас дождаться финиша уже победителя в зачете Open 1600. Даниила Ковалева, который серьезно оторвался от своих преследователей, ближайшего конкурента по классу почти на целую минуту за короткую восьмикруговую гонку, опережая Даниила Ковалева. Такое вот преимущество у него и у его Audi A1. Итак, на финишную прямую вырывается лидер зачета Open 1600. И без каких-либо проблем и трудностей начинает разгон к клетчатому флагу. И хотя Даниил Ковалев именно по очередности финишит в этой гонке последним получается, но при этом это просто означает, что он уже был близок к тому, чтобы через некоторое время на круг догнать своих соперников по классу. Этого не произошло, но это и не так важно, потому что самым главным было для Даниила Ковалева, конечно же, пробиться вперед в своем классе. Он сделал это стремительно, очень быстро, уже на первом круге, и в итоге оформляет уверенную победу. Это означает, что у нас получается, что в объединенном заезде этой группы участников и в первой гонке, и во второй победители были одинаковыми, оказываются одинаковыми. В Open 2000 Максим Кизилов на Mercedes AMG GT4 и в Open 1600 Даниил Ковалев на Audi A1. Ну что же, вот такие вот результаты очередной гонки, которую мы сегодня наблюдаем на автодроме Игора Драйв в рамках фестиваля Garage Fest. Но это еще не все, потому что впереди нас ждет заключительный заезд этого насыщенного соревновательного дня, и завершать сегодняшнюю программу соревнований в рамках этапа Classic Touring будут участники того самого зачета, который открывал утром, рано утром, сегодня эту самую гоночную программу. Речь идет, конечно же, об участниках класса спортпрототипа CN, где мы увидим борьбу пилотов на шорткатах и одного пилота на Midget. Уже совсем скоро участники спортпрототипа CN начнут выезжать на трассу, совершать установочный круг, готовясь к своей гонке, которая начнется в 17 часов 30 минут. Ну, если быть совсем точным, то в это время, в полшестого, начнется прогревочный круг, а вот уже после него стартует боевая дистанция на 8 кругов. Ну, а пока пилоты прошедшего заезда добираются до своих боксов, до своих команд. Опять же, уже будут подсчитывать очки и готовиться к подведению итогов, к церемонии награждения, которые по традиции в Classic Touring пройдет уже после завершения всех гонок, такой отдельной, можно сказать, программой. Ну и, безусловно, еще результаты должны утвердить судьи, вне всяких сомнений, потому что то, что мы видим на финише гонки, любые гонки, это сначала предварительные результаты, потому что судьи должны все утвердить, что не было никаких нарушений, нет необходимости выписывать какие-то временные штрафы, которые повлияют на положение в итоговом протоколе. Но будем надеяться, что, собственно, никаких изменений в результатах относительно того, что мы с вами видели, собственно, и не произойдет. Ну, вот добирается до питлейна также и победитель прошедшей гонки в зачете Open 1600. Даниил Ковалев. Да, действительно, получилось вот так вот, по иронии, как бы, судьбы, вот так сложилась ситуация на трассе, что финишировал он по очередности самым последним. Но, опять же, это только из-за того, что остальные участники слишком много ему проиграли по классу Open 1600. И, без всяких сомнений, конечно, в этом классе Audi A1 Даниила Ковалева просто не было равных. И, в общем-то, у него обе гонки прошли по схожему сценарию, что в первом заезде, что во втором безговорочные победы. У Максима Кизилова все-таки две гонки были по складывающимся обстоятельствам разные. Быстро он захватил лидерство в первом заезде, а вот во второй гонке вышел вперед буквально за пару кругов до финиша. Даже чуточку меньше на предпоследнем круге дистанции. Обогнал-таки, наконец-то, он Романа Смолякова. Ну что же, сейчас мы с вами еще раз насладимся самыми яркими, безусловно, моментами прошедшего заезда, чтобы уже затем готовиться к финальной гонке сегодняшнего дня, к финальной гонке четвертого этапа Classic Touring. Ну а пока лучшие моменты прошедшего заезда. Давайте еще раз посмотрим, еще раз насладимся. И после этой подборки ярких моментов объединенного заезда Open вернемся на трассу Егора Драйв, чтобы готовиться вместе с участниками класса спортпрототип 7 к следующей гонке в 17 часов 15 минут. Ну а сама гонка, еще раз отмечу, стартует в 17.30. Так что после лучших моментов небольшая пауза, но она будет совсем короткой. Продолжение следует. Впереди еще одна гонка в рамках третьего по счету фестиваля Garage West и четвертого в нынешнем сезоне этапа серии Classic Touring. Оставайтесь с нами. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.